Привет, это Minecraft Story Mode, второй сезон. Не так давно он вышел. Первый вроде как был неплохим, по крайней мере последние четыре. Поэтому я думаю, что стоит попробовать поиграть в это. Как начнется ваша история? Я хочу продолжить. Так, восстановите прошлые события. Ну я играл за... Вот это. Так, героями становятся не сразу. История Джесси началась в домике. На дереве приближался строительный конкурс. Крайкон команда Джесси решила представить судьям гиганта, оборудованного верхкометателем. Странника я вроде не строил. У меня был или крипер, или зомби. Я вроде зомби строил. Я спасся вроде Петру. Так. Броня или гард. Да, я ее брал броню. Она умерла. Эйвор поселился в маяках. Правда, его революционные дизайнерские решения оказались чуть слишком смертоносными. Жители городка единогласно заявили, что соседство с летающим и плющимся лавой домом в виде черепа их не устраивает. Решение Джесси было однозначным. А я не помню. Было не место. Так, жители Краун Месса получились на хайп, и Джесси показалось самым собой разумеющимся вступиться. Я помню, я за нее вступался вроде как. Чтобы отомстить чудовищу за смерть Элигард, Джесси с верным Рубеном отправились прямо внутрь с сушающей бури. Им предстояло уничтожить командный блок. В самый решающий момент Рубен пожертвовал собой, чтобы дать Джесси шанс на победу. Благодаря ему Петра излечился от иссушения. Гавриэль вновь обрел утерянные воспоминания. Маяки были глубоко благодарны своим заступникам, и вся компания стала новым орденом камня. В смысле начать сначала? Начать историю? Начать сначала в смысле переделывать все? Ну, тут теперь вот так все выглядит. Раньше так... такого не было. Так, эпизод 1. Местные герои. Куплено... Боже. Джесси разрывается между старыми друзьями и новыми обязанностями. Странная находка, призмариновая перчатка, увлекая Джесси в целый невидимый мир тайн и опасностей. Начать первый эпизод. Надеюсь, это будет здорово и классно, и интересно. В этой игре многое зависит от ваших решений, сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Но это как всегда. Мне всегда нравились истории о героях, которые не знают, что им суждено обрести величия, о героях, которые живут обычными. Жизнь, и думают, что с ними никогда не случится ничего интересного. Герои этой истории именно такие. Они начинали, как стайка друзей, собиравшихся в домики на дереве и обсуждавших своих... Успевших прославиться кумиров. Но когда случилось ужасное и злобное чудеси стало грозить уничтожить мир, то есть друзья поняли, что порой героями становятся даже при самых скромных начинаниях. Чтобы сразиться с монстром, они отправились в долгий путь, преодолевая... ...приполные предстояния чем-то жертвы. Пусть был... ...друзим, но они помогали друг другу, сообщая им удалось сразить и чудовище всех спасти. Скоро они стали самыми известными людьми в мире, по мере исследования других миров и путешествий в неведомые... ...дали их... ...слава и легендарность только росли. Вот так эти пятерки друзей, а также самые храбые в мире свинка, вошли в историю, как одни из величайших героев всех... ...времен. Ох, кто, что, о чем шла речь, я оказался молодцом. Книгу, что ли, про них нужно? Волгос, нам очень понравилось, правда, кое-где есть неточности. Ну да, я позволил себе кое-что приукрасить, но это только ради вязчего эффекта. То есть, так мы окажемся еще круче, а это плюс времена выбора ограничено. Но это может сделать, что люди думают, что мы делали, что мы не делали. Ну, я уверен, Лукас. Я знаю, что ты сделаешь правильный звонок. Спасибо, Джесси. Я надеялся, что книга выйдет ко дню основания, и она выйдет через год. Я не верюся, что уже день основания, он вечно заставит меня в расплату. Поздравляю, друг, здорово, что ты написал свою книгу, не уваженную кучу труда. Я рад, что тебе понравилось, Джесси, и все твои подвиги, это герои. Но они и наши, верно? Да, мы все там были. Мы сделали это вместе. Всегда можно промолчать. В конце концов, мы ведь орденками. У меня хорошо подмечено, надо будет вспомнить про этот тактик. Что ж, вы все очень мне помогли, как и странствия, вернуться. Айвор и Хайпер, я пишу еще одну новую книгу, приключения, и тогда книга будет полностью завершена. Да, давненько их не было. Джесси, это вы чинили. Джесси, о, привет, Ротар. Ой, ух, угон, я ожидал, что у вас всех тут застанут. Мадам Оливия, сэр Аксель, сэр Лукас, простите, что прерываю. Он просто прелесть. Ну, если вам пользу не отвечать. Ну, да, извините, ой, простите, то есть... Ну, что такое? Я получил известия от Петра, она на пути к шахтам. Вы запланировали там приключения? Если постараться, вы успеете идти туда. А подготовиться к одним основаниям. Отлично, нам пора идти. Да, кстати. Нам ведь и правда надо бы что подготовить к ходьбе основания. Да, и мне бы возвращаться. Ща нормально, и я один могу пойти. Спасибо, Джесси. Да, спасибо, но ведь ввиду я, что Петра вам это припомнит. Скажите Петре, что в следующий раз не пропущу. Я не дождусь увидеть, что она вытворяет смещу. Ага, я ей передам. Просто верю, что я выхожу из зал ордена с вами. С самим орденом. Ох, да ужас, мило. Так, в других городах тоже празднуют день основания? Конечно, мы все участвовали в уничтожении иссушающей бурю. В Краснокамье даже устраивают танцы в честь. Элегард. Ага, в Вомбурге что-нибудь взрывают и пускают фейерверки. В этом году Магнус доверил мне подготовку к главному замку. Ну, обещаю, что постараюсь заглянуть. Ребята, было здорово снова вас повидать. Совершенно. Да, это было круто. Ох, это же самое с тобой. Ох, не трое ты душу. Спасибо вам еще раз. Как закончить редактировать, обязательно вам сообщу. О, здорово. Скорее, как бы. Аксель. Я скажу тебе, вы все же счастливее всего на свете, да? О, да. Я ведь работаю с вами, общечленный орден. И еще живу в самом крутом в мире городе. В Маяках. Бекин Таун! он взял построил за три минуты захотелось еще что-нибудь еще что-нибудь построил вроде не такой же большой город я понимаю что я делаю предпочли бы где-нибудь странствовать мы с друзьями рад что нашел гордый такой лидер здесь так круто точно мне тоже я всегда мечтал именно о таком же вещи я знаю что это ждет ваш шахток но думаю люди были бы и рады если бы вы бы участвовали в приготовлениях к празднику я учту встретитесь с петрой так используйте мышь чтобы осматривать глава тики думаю что нибудь такое отлично смотрелось бы на лужайке осьминог девка петри джесси но ты же вроде хотела пришли на землю так уже них было славно сейчас и то есть и сидеть на одном месте я конечно же души обожаю опасности и подвиги здорово что ты здесь да именно такой теплый пример я наделась джесси ты отжигаешь конечно меня волнует что могу здесь написаться тут такие клевые дома и классные люди люди мне правда хочется но произвести хорошее первое впечатление я тут подумал вдруг где он поможет статую любимого мэра джесси перед моим домом он при этом у меня есть время я подумал что могу сделать это будет просто класс я думаю вон там блины и принимайся за дело ах чистый лист в смысле я сам тоже что-то строить я не знаю а что мне построить то сейчас ты обалдеешь от того что я построю это будет шедевр ей уже нравится я не сомневаюсь в этом это вот тушки выходить нельзя за это блин отстой ну тут у нас хвост ну все да статуя идеально неплохая работа супер ах ну вот уже сетей спасибо я пожал что честь для меня амиго так что ты заходила какая интересная барышня вы находитесь такая свободная точно много напоминает мне пристроенные динки кстати они не говорят что она ждет меня в мае ма ма ах ах Винк, она назад, не лезь в Джесси. Джесси, здравствуй, я чередой, конечно же мы встретимся. Знаешь, мы решили пожить в этом городке. Это очень мило. Но нужно видеться чаще. Замечательные мысли, однозначно. Райдер, это Стейси, Плейс и Стампикат. Ох, Винк. Здесь, Джесси, дай ему костюшку, он тут же успокоится. Винк, будешь вкусную кость. Видишь, вы проружились. Ха, гад, тебе вернуть и что осталось? Не, забирай себе меня полно, никогда не знаешь, когда тебе понадобится приручить волка. Ну, спасибо. У тебя наверняка куча дел в том, что не будем задерживать, но вы как-нибудь заглядывайте. Мы покажем вам наш проект, он занимательный. Да, Стампи прав, в общем, мы живем у ворот. Понятно, тогда до встречи. не нужно, чтобы не было. Вернёмся. Каждый пик, который я никогда не ломал, я не жалю. О, дядя. Я не знал, что я не знал Рубена. Он был удивительный. Я читал его вновь, что он умеет. Я когда-то прочитал книгу Лукаса, он был моим лучшим другом. Да, он был моим лучшим другом. Я до сих пор скучу. Ох, о боже, это вы! Ну да, это я. Чем вы тут занимаетесь? О, это замечательная затея. В этом году мы решили выбрать свинью, который сыграет Рубен на День Основания. Ох, это так мило. Верно? Вы не могли бы помочь мне с выбором? Я имею в виду, кто знает, что Рубен лучше, чем Джесси, да? Я бы хотела бы. Вероятно, что я мог бы сделать. О, это так мило, огромное спасибо. Ладно, показывайте. Окей, Финьки, явитесь, Джесси во всей красе. Это Эстебан Толстощек и Лорд Фон Громас Бин шестой. Я думаю, выбрать очевиден. Моя vote is for Lord Von Thunderport the Six. Весомнение, он такой царственный. Правда? Ох, ну конечно, вы выбрали его, изумительно. Поздравляю. Спасибо, Джесси, мне пора его подготовить. Увидимся на празднике. И увидимся на празднике. Пока! Стоп, а там я мог тоже с кем-то поговорить. Может, тоже по мне? Выбрать бы чего-нибудь далее. Ох, это и правда вы! Мой друг говорит, что это была копия вашего первокрупного проекта, который был закончен за долго до истории. Сосушающий пыль. Это правда, я должны рассказать о нем побольше. Я едва могу его представить. Дай-ка я тебе расскажу. Ха, хорошо, я люблю говорить о хороших днях. Да, мне очень интересно, откуда вы черпаете вдохновение? Здесь есть глубокий смысл. Мне вдохновляют друзья, мы были одной командой, и все строили вместе. Это на вас похоже, мне нравится. Как бы у них хотелось видеть изобретение, благодаря которому вы победили Сушающую Бурю. Думаю, она была бы просто ужасна, потому что... Мои друзья помогли. Волшебно, надеюсь, и у меня появятся такие друзья. Прямо лучше всех. О, большое вам спасибо, что нашли время остановиться и поговорить со мной. Мы с тобой благодарны, еще увидимся, договорились. Она не ответила, договорились мы или нет. Хочу получить его. Сахарный тростник. Сахар, ура! Давай поговорим. Джесси! Посмотрите, кто здесь. Джесси, эй! Привет, что вы делаете? Хороший вопрос, мы готовим к дню основания новую игру. Гарантирую, что город будет в полном восторге. Она насыпается. Слизь, дайвинг. Слизь, дайвинг. Поможете нам ее закончить? Я вступлю вам в первое погружение. Схема разрабатывал Боб Кырнобоб. Звучит здорово. Мы будем прыгать с этой чудесной погоды. Это Боб ее придумал, правда, мы пока не выбрали материал. Пагоды. Есть идея. Розовая шерсть. Розовая шерсть. Розовая шерсть. У него что-то не очень-то удовольное лицо было. Вот, отлично получилось. Как я и обещал, можете сделать первый прыжок. Прямо вслезь, будь смачной. Двойной переворот давай. Та-да, всем спасибо. Надеюсь, разбиться можно Джесси, это было невероятно. Серьезно, сдадный номерок, спасибо вам за это и за оказанную помощь. Не за что, слушайте, меня ждет подруга, надо бежать. Вы всем молодцы. Может, она не так уж и сильно ждет? Потому что он горит со всеми. О, ого, Джесси, хей. Вот, рассматриваю свое последнее творение из Земли, я переживаю, что оно неуместно. Идеально. О, голос, можно я себе накручу? Да, я вот стар... Здесь есть над чем подумать. Ну ладно, пожалуй, мы его составим. С ним все нормально? Сомневаюсь. Давай, яйцо получим. Извините, маэм. Спасибо. Сердечко. Хм, какой милостный гаден. Ну все, можно, наверное, уже идти к ней. Джесси, Джесси, дай пять. День, ты мой кумир? День, ты мой кумир? Я решила задержаться, чтобы помочь другим людям приготовиться к дню основания. Прекрасный шаг. Я, я вам за всем присмотрю, пока вы будете заняты. Своими приключениями. Я в себе верю. Спасибо, Джесси. Если я вас не привезу, пока вы пояснитесь, как всегда. Петро? Петро? Хм, я уверен, что мне надо снять вот здесь. Петро, где-то, где же ты? Ох, это будет зомби. Ах, мне этого не хватало. Ну и запашок. Ох, не так много. Че? Гадина. А я того, как мочить, блин. Как цель поменять. Что, ты опоздаешься, но хотя, помнишь, как драться? О, привет. Привет, я боюсь, что тебе совсем ржавчину заело. Я не могу даже представить, что я не могу. Ах, мне тебя не хватало. Ох, я реально не хочу этого. Ты знаешь, нас, путешествуем вместе, в отношении неизвестного. Я бы хотел бы сделать это больше. Правда, я постеснялась показывать в обществе человека. Блин, что это? Железо? Не хочу я портить хорошие вещи. И что? Слушай, ты говори, ты самый мис железный. Где твой модный золотой мис с кучей изочарований? Я даже не могу припомнить тебя без него. Я, ну... А я его продала? Хочешь добавку? Не поворотливый зомби, как всегда. Прекращайся атаковать, как шкала выносливости станет красной. Реакция пока на месте. Что ж, отличная работа. Хорош, что у тебя получилось. Иногда мне кажется, что у тебя вообще нет на меня, то есть на друзей времени. Я понимаю, что ты любишь свою работу и все такое. Дело очень важное. Где-то я это уже слышал. Надо было первое выбрать. Я говорю о долгих приключениях. Могу не заметить, что здесь не хватает еще раз, два, три. Аксель нужно было вернуться в Бомбург, а Лидия что-то оценивает красноками, а Лукас пишет, что книга ясно делала, что наши друзья совсем стухли. Ты права. Без них все как-то не так. Видишь, я знаю, что ты понимаешь. Думаю, мы еще успеем в этом подумать, надо спешить. А что мы вообще-то ищем? Я скажу тебе, как только найдем. Поверь, это кое-что важно. Что это было? Ага, и наперегонки. Постой, что? Пора ходить на монстров. Почему они так долго бьют, и ничего не могут сломать? Ого, это Джесси. Эй, это была моя еда, понятно же. Неплохо. Все срванет. Ну все, мне ее не догнать. Ха, ха, ох. Так, куда теперь тебя понесла? Куда я понесла кого? Ха, посмотри вниз. Ты ты правда не собираешься говорить, за кем мы гонимся? Нет, дай мне делать, пока не веселее. Вперед. Вперед. Ну аж ты правда так считаешь, что давай. Нужно будем драться, давай убегаем. Убегай, да, убегай. Береги систему, лезут пыльки, вижу. А как это работает-то вообще? О, нет, сейчас будет очень крутой прыжок. Невероятно. Пауки же неплохо прыгают, почему они не могли прыгнуть? Сюда, она пошла в ту пещеру. И Петра выходит на финишную прямую, что за парнокопытные там, из которых мы гонимся. Фу, елки-петит, твари. Помочь Петре. Можно было бы, конечно, выиграть. Вера, мой черед тебя спасать. Вот они прыгают. Прыгают, да? Прыгают. Он прыгает через этих тупых. Получится. Например, выпустить лаву можно. Ха, пока. Не, нечисто. О, да, так тебе. Петра, Петра, Петра. Ты номер один, ты номер один. Окей, может быть, я не победил, но это все еще было круто, вернуться туда. Да. Верни мне еще. Верни мне еще. Окей, сейчас здесь тайна будет стоить сбегать. Верни мне. Верни мне. Верни мне. Верни мне. Верни мне. Лама? Лама. Класс! Мы ее нашли. Ох, твой хозяин будет счастлив тебя увидеть. Погоди, позволь ко мне, что прояснил, что есть сыр-бор был из-за выслеживания ламы? дурацкой это какая-то дурацкая лама это очень важно ясно это ламбурить как чуть сокровища но что-то в этом духе она важна и понятно просто отвести ее к хозяину ладно я тебе верю просто говоришь что она важна я тебе верю да да ну что пойдешь с нами почмокать ну что бывает с теми кто еще дурацкий успехи вот ладно ладно это будет сделать себе новый блин не упусти хватай выскакать можно хоркнул фу гадость земной догнать эту бронеломщицу что это внизу тема кроме что нам нужно сделать факел так внизу палка потом уголь лама 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 куда ты делась после вас мэр джесси сколько можно и не мэра местных лидер герой знаю знаю просто ты так часто прибираешь бумаги и вроде как проблежь городом не договорил вон и тут уже залезть кто знает на распускаться вон про ход что за она говорили же что она сокровище чует может это то самое за дороги смотреть мешаешь стоит лишь один способ узнать и графика со времен первой части не изменилась как мне кажется что это за злоющий шум я ничего не слышу убийца иссушающий буря стоп заберемся мы к нему же потом пока